Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы поговорить о том, как искусственный интеллект меняет образование. И для этого хотелось бы увидеть мою презентацию и начать об этом рассказывать. Итак, меня зовут Алексей Зайцев, и так как я буду говорить некоторые вещи очень важные, я должен представиться и рассказать о себе, о том, кто я такой, почему я имею право говорить об образовании такие вещи. Следующий слайд, пожалуйста. Я получил свой Ph.D. в университете Амстердама, это 35-й университет мира, в области алгебраической геометрии и приложения ее в информационных технологиях. Потом я три года работал в институте Хладер Шеннена, где занимался как раз приложением математики и информационных технологий. И последние четыре года работал в гимназии Сколково как в заведующей кафедре математики. Мы основали проект «0.1. Математика», это обучающий проект, и сейчас я ведущий научный сотрудник Сколковского института науки и технологий. В этом проекте мы реализуем те задумки, те идеи, которые позволяют нам менять образование и использовать искусственный интеллект в образовании. Итак, следующий слайд. Первое, что хотелось бы поговорить, это как мы видим искусственный интеллект в образовании, какую роль он должен играть. Есть как бы две позиции. Первое. Возможно, мы хотим, чтобы искусственный интеллект был как учитель. Чтобы искусственный интеллект выполнял роль учителя, он рассказывал ученику вместо учителя его знания, контролировал и, в принципе, заменил его. Другой подход, что все-таки искусственный интеллект – это не замена учителю, потому что в коммуникации и образовании происходит нечто большее, чем просто передача знаний. И это замена нечто другого. И мы позиционируемся, что, в принципе, сейчас искусственный интеллект заменить учителя не может. Мы видим, что хотелось бы, конечно, сразу же взять искусственный интеллект и сделать из него и учителя. Но это, в данный момент, технологически и практически очень сложно реализовать. Следующий слайд. Здесь мне, главному, приходит как раз пример с автопилотами и с ассистентом. Мы знаем, что прекрасно работает ассистент в машине Тесла. И автопилот у нас хорошо очень работает, когда самолеты летают. Многие вещи у нас прекрасно работают. Но, с другой стороны, мы имеем много всяких надежд на машины селф-драйвингом. И много того, что у нас появится скоро машина. Это было года четыре назад, пожалуй, был бум о том, что мы надеялись, что на дорогах появятся машины, которые будут селф-драйвингом. Но до этого еще, как выяснилось, далеко. И очень много технологических проблем, которые могли бы препятствовать созданию такой машины и появлению его на трассах наших. И это как сравнение между тем, что мы хотим учитель или мы хотим книгу. И мы хотим, чтобы в нашем случае искусственный интеллект дополнял книгу. Наша роль искусственного интеллекта будет играть, роль искусственного интеллекта будет дополнять книгу культ. Следующий слайд. В этом плане, когда мы заявляем цель о том, что наша цель – это добавить искусственный интеллект в книгу, и мы еще поговорим, что такое искусственный интеллект, потому что хайп около этого понятия очень большой. И под этим хайпом скрывается много разных течений. Искусственный интеллект – это не просто нейронная сеть, это огромное количество разных течений, сливающего едино. Сразу же появляется вопрос о взаимодействии. Взаимодействии пользователя и взаимодействии системы. И если эта система взаимодействия примитивная, данные, которые мы получаем, будут примитивными. А наша задача, чтобы данные не были примитивными, чтобы они были большими и чтобы они были точными. В этом случае мы как раз приведем пример от того, что мы используем. Благо, как раз в математике это понятие наиболее развитое. Я не могу сказать, что это совершенно, но оно больше развитое, чем в других областях. Конечно, стремление того, чтобы система понимала человека на уровне естественного, чтобы человек естественным образом выражал свои мысли, и эти мысли воспринимала система. Поэтому запись сложных ответов – это важная часть. И здесь мы впервые сталкиваемся с системами, которые должны распознавать ответ сложный, помогать человеку его вводить, и понимать, когда эти выражения тождественны, когда они выдают одно и то же. Здесь мы сталкиваемся со сложным вводом, с рукописным вводом, с пониманием речи, когда ученик говорит что-то, и это записывается, с распознаванием речи, то, что конкретно записывает, что это одно и то же, ну и также многие вещи. Безусловно, дальше идет следующий слой общения. После того, как общение пришло, то, что вы поняли даты, имеется вопрос, какая подсказка должна быть, какое видео должно быть создано, какой следующий материал должен быть дан. График должен быть интерактивный, 3D-модель должна появляться, и это следующий слой общения. Как и удивительно, эти все слои общения, они не появились сейчас, они у человека созданы, они у него есть, и их надо как бы разделить, расчленить. И вот здесь вот мы впервые сталкиваемся с понятием, когда у нас есть слои, и на каждом слое начинает работать своя система, которая вместе соединяется в искусственный интеллект. Хотелось бы, мы перейдем к данным, сейчас очень важный процесс. Как ни удивительно, в образовании мы реально очень много ждем, что в информационной технологии сильно изменят образование, они действительно изменят. Но перед тем, как это случится, придется сделать огромную, большую, рутинную работу, собрать данных, потому что на самом деле в образовании, как мы живем, данных, которые нам нужны, чтобы учить систему, понять, как это работает, их как таковых нет. Приходится создавать это поле, на котором мы собираемся, эти данные. И первое понятие, которое мы должны с вами разъяснить и понять, которое мы уже сразу можем использовать, это большие данные. Классические большие данные – это 3V. Value, Volume and Velocity. То есть значение, объем и скорость прибытия данных. В нашем случае наиболее важным понятием в образовательной части так складывается и является значение. То есть значимость данных. Мы понимаем это так, что у вас появляется то, что до этого было не видно. Вы не могли распознать эту часть, не имея этих данных. По-моему, очень хороший пример появился в криптографии. Когда является шифр замены, вы, мы кажем, букву можно заменить другой буковкой. Ну, допустим, буковку А вы можете заменить буковкой Е, буковку Б вы можете заменить буковкой Я, В заменить мягким знаком и так далее. И это прекрасный шифр, когда тысячу лет думали, что он отличный, до тех пор, пока не начали изучать книги и не поняли на объеме этих данных, что не все так прекрасно, что не все буковки одинаковые. Оказывается, буквки встречаются по-разному. Так появился частотный анализ, и он появился только после того, как люди по-настоящему стали изучать книгу. Они изучали слова, там, как часто встречаются слова, увидели эту часть. Также в образовании данные нам дают возможность понять то, что мы никогда не видели. Тут возникает два типа явлений. То, что мы знаем, когда смотреть, и начинаем раздувать этот пузырь и видеть, что там действительно происходит. Или он настолько раздувается, что мы сами видим эти места. Ну, конечно же, очевидно, первое, когда у вас проходит много учеников, первое, что можете понять, это, как хорошо вы сделали задание. Каков процент выполнения успешности задания, что у них происходит, в каком порядке, правильный порядок стоит, время выполнения заданий. Ну, и это вот первое, что примитивно, но очень важно на самом деле. Раньше мы об этом думали, что мы понимаем эту часть, но, как выясняется, цифры говорят немножко другое. Следующая часть – это время. Время выполнения каждого задания, каждой по теме и этих всех вещей. После того, как вы это сделали, после того, как много людей прошло, вы видите, насколько гладко все это сделано, насколько много времени тратится на одну вещь, на другую вещь. И вы можете предсказывать. Можно создавать, что это сделано у нас. Можно создавать модуль, когда задается домашнее задание. И мне хотелось бы увидеть следующий слайд. Создается домашнее задание, в котором время выполнения домашних заданий предсказано. Это предсказание базируется как на среднем показателе вычисления времени, статистическая обработка того, как время выполняется. Но мы знаем, что мы вырезаем самые быстрые, самые долгие, как бы делаем кривую, понимаем, как он у нас выполняется. Так и на индивидуальных особенностях ученика. И тогда мы можем предсказать, сколько времени потратится на домашнее задание. К сожалению, мы пока сложность прямо не можем предсказать, но в будущем такое будет тоже возможно. И возникает как раз самый важный, пожалуй, вопрос в образовании. Это содержательный вопрос. И, казалось бы, естественно, на чем нужно учить искусственный интеллект, и как можно развивать искусственный интеллект? Ну, конечно, посмотреть, как учится и развивается естественный интеллект, и оттуда брать эти принципы и его развивать. Но принципы, к сожалению, в образовании у нас сложилось так, что на самом деле система образования, которая у нас классическая, ну, сколько ей там, лет 100-150, когда мы имеем какие-то учебники, знания. И вот разбить все эти знания на маленький микроконтент, который соединен, его еще пока нигде особо нет. И данных, которых мы собрать, сделать очень сложно. Поэтому первое, что делается, когда вы хотите изучить, как ученики работают, это создается поле, на котором собирается данная. Это многослойное поле. Оно разбивается на уровни, уровни сложности, а в каждом уровне сложности есть свой уровень детализации. И после того, как это случилось, после того, как вы это собрали, теперь вы можете работать с данными и по-настоящему понимать, что же происходит у вас в процессе. Но надо тоже понимать, что вы сначала работаете статистически, и только потом вы работаете какими-то вещами, как нейросеть. Да, нейросеть – это на самом деле вершинка на торте. Что такое нейросеть, по сути? По сути, нейросеть – это аппроксимация функций. От точки А до точки Б есть какая-то зависимость, и у нас черный ящик эту зависимость нам представляет. И мы можем дальше вкладывать любые данные и получать эту зависимость. Она аппроксимирует. Но если у вас нет этих данных, то вы не можете решить эту задачу. И первая задача – эти данные собрать, отклассифицировать, откластеризировать и все это сделать. Возникает сразу вопрос, как эти данные однородно с тех собирать. Потому что ученик очень подвижен. Ученики меняются очень часто. Но оказывается, что в учениках отображается сама зависимость на этих данных. И мы переходим к следующей части. Следующий слайд. Это то, как мы можем с данными работать. Когда вы напишите курс и будете делать онлайн-образование, и вас просят, какой же шанс, что вы сделаете ошибку или допустите какой-то пробел в том, что в материале, то можно сказать сразу же 100%. То есть практически наверняка будут ошибки, практически наверняка будут пробелы в знаниях. И пробел ошибки поправляется, понятно, как, когда мы видим, что пробелы – это самое сложное в системе. Как увидеть, что какие-то части не были покрыты. И здесь появляется возможность понимать однородность вашей структуры. Мы вводим такой коэффициент, как коэффициент однородности. Это коэффициенты перехода от одних данных к другим данным. И это, конечно же, идет через поток пользователей, который у нас проходит. Здесь мы можем прям посчитать, можем увидеть, насколько все это… Можем увидеть, где сделано плохо, неоднородно, где надо повысить, а где надо, наоборот, улучшить сложность. То есть повысить сложность, а где надо понизить сложность. После того, как все сделано, после того, как вы получаете, важный концепт алгоритмов. Много людей, много компаний пытаются сделать адаптивное обучение. Это, конечно, один из кровоугольных камней в онлайн-образовании и вообще в техе. Сделать адаптивное обучение – сложная вещь. И первая сложность, потому что надо соответствующее поле данных, на которых вы работаете. Мы знаем пример компаний, которые стоили по 150 миллионов, а в конце концов стали стоить 10 миллионов, потому что заявленные вещи не соответствовали тому, что они выполняют. Много тоже этих вещей происходило, много попыток сделано. И делать это, конечно, надо аккуратно. Первое – это концепция, что же такое адаптивность, что же такое подобрать соответствующий контент для каждого пользователя, что такое его индивидуальный маршрут. Если вы вдруг начнете прыгать из одного контента в другой, пример хороший – это когда вы что-то готовите. Если вы готовите какое-то блюдо, и у вас не получается, это не означает, что вы не умеете создать муку, что вам надо пойти и получить знание, как создается мука. Нет, вам что-то не хватает. Вам не хватает деталей. Вы обычно идете на YouTube и смотрите, как делается это блюдо. То есть первая часть адаптивности – это вопрос в цветах картинки, в качестве деталей, которые вы добавляете. И только второй вопрос – возникает вопрос о том, какие связи у вас содержания и на что следует опираться. Этот принцип мы реализуем. Можно пробовать, можно зайти, посмотреть, как у нас это работает, и увидеть, что мы используем эти два принципа, вложенные один в другой. Первая – детализация, а второй – связь контента. И следующая часть мы повторяем, можно сказать, фрактально. То есть мы это повторяем после того, как ребенок не понимает часть детализации, он выходит в связь, на другую часть, на другое как бы знание, концепт, который он положен. Там снова в шарик детализации надувать, если он не понимает, снова выходит как бы на другой концепт. Ну а концепт, в свою очередь, сложная система иерархии в концепте, и он как бы работает. Важно сказать о том, что я пропожал и пропустил, это то, что вы не можете делать адаптивное обучение или запускать приличную адаптацию искусственного интеллекта на знаниях, которые расположены линейной. Там нечего в принципе делать. Это означает, что структура ваших знаний, структура ваших данных, которые вы обучаете, должна быть нелинейная. Но более того, она не просто должна быть деревом, которое смыкается, где-то размыкается. В ней должна быть еще разная свобода, то есть какая-то плавающая иерархия ваших структур. То есть она еще должна подстраиваться под ученика. Это тоже важный аспект. И когда вы создаете эту часть, это важно учитывать. Мы создали эти алгоритмы, мы протестировали алгоритмы. Вы видите сейчас на экране, это доминирующие алгоритмы в мире. Это BKB-стрессинг модел. Это плюс BKB-стрессинг модель с нейронными сетями. Item-респонс модел. И вы видите их коэффициент эффективности, как они работают. Надо важно заметить, что все эти модели, которые используют BKB-стрессинг, модели используют скрытые марковские цепи. Это BKB-стрессинг, стандартный модель. Они используют все практически мультичайс, выбор ответа. И, соответственно, глубина взаимодействия с пользователями сильно теряется. Это тоже важно. Но если у вас взаимодействие простое, то подобрать, конечно, можно задание попроще. Мы тестировали нашу систему, наши алгоритмы, которые мы придумали, более чем на 3000 пользователей. Это там, по-моему, 200 тысяч записей. И тот вот сейчас результат приблизительно, который мы получили, больше чем 90% у нас эффективность спора. Не обязательно доверять мне на словах. Я всегда рекомендую зайти на наш проект, это 0.1 математика, загадать в пятом классе, что вы что-то не знаете, выбрать любую тему и посмотреть, как в несколько кликов вас этой теме научат. То есть это прям сейчас прям работает. Но еще раз я повторю, что при создании систем, и это колоссальная, рутинная работа, которая должна быть сделана не только в математике, она должна быть сделана в физике, в химии, в биологии, в русском языке, это создание контента по-новому. Он должен быть полностью, так сказать, лишена обратной инженерной задачи. Мы должны его разложить на все маленькие составляющие, и после этого собрать воедино. И только на этих данных мы можем по-настоящему учить искусственный интеллект, как бы обучать детей. Ну и, конечно, мы не можем предполагать, что у нас сразу будет сильный искусственный интеллект вроде учителя. Предполагаем, что наш искусственный интеллект должен сделать учебник живым. Он не должен оставлять ученика один на один с задачами, он должен всегда ему помогать, предсказывать, какой ответ он даст, какую задачу ему надо дать следующую, и где у него пробелы. Сейчас, пока выполняются задачи, что мы можем определить пробелы, предсказать, Пока еще сложно, но уже понятны перспективы и понятно, как это делается. И мой последний слайд, на котором я благодарю за ваше внимание в столь поздное время. Я рад, что вы пришли на мой доклад, услышали то, о чем мы говорим. Я надеюсь, мы донесли свои мысли, свои технологии, которые мы внедряем, и они работают уже сейчас, и что будет в будущем. Спасибо за внимание. Алексей, большое спасибо. Это действительно очень интересно. Интересно, конечно, думать, смотреть вообще, к чему идет наше будущее. У нас есть такой вопрос от наших участников, который я бы хотела вам задать. Учитывая преимущество всех возможностей, про которые вы говорили, и в том числе дешевизну такого образования по сравнению с классическим образованием, вот вам не кажется, что в будущем это может привести к разделению области образования на две части. Когда будет элитное образование, это когда ученики работают с человеком, и это такая бутиковая какая-то история получения этого образования. И вот повсеместное, когда образование будет получаться с помощью искусственного интеллекта. И даже, возможно, в какой-то момент это может перейти без участия живого учителя совсем. Спасибо. Отличный вопрос. Давайте к шахматам посмотрим. Шахматы – хорошее образование, да? Есть элитные шахматы, человек учит, там, мастера. Никто без компьютера не обходится. Нету бутикового шахматного образования без компьютеров. Компьютер, система всегда сильнее, быстрее и лучше любого ученика во времени, учителя во времени. То есть понятно, что он лучше среднего учителя сразу, но со временем она всегда будет перебивать. То есть не уйдет, искусственный интеллект не пройдет мимо даже элитного образования. Разделит ли образование? Разделит. Разделит, сильно разделит образование, потому что человек, который приходит, и он должен остаться, он, в свою очередь, создает в свою область среду. Надо понимать, что и дети создают среду. И эта среда позволяет человеку учиться. Искусственный интеллект и вообще учебники, все эти вещи, они дают возможность получить эти знания. А вот сам процесс получения этих знаний, вот этот момент, когда надо человека пушить, то есть надо его подталкивать к этому знанию, они должны общаться, должно быть какое-то поощрение, наказание. Если его не будет, то, я так понимаю, при расслоении возможно случиться, что кто-то останется один на один, то, конечно, качество сильно потеряется. Более того, есть угроза того, что искусственный интеллект и вот эти искусственные вещи будут настолько хороши, что взрастить учителей, которые будут переходить эту границу, тоже будет проблемой. То есть учитель, молодой учитель будет всегда хуже этой системы, и система будет как бы в преференциях, соответственно, мы будем меньше получать учителей. Но это все, видите, из области того, что мы боимся, оно никуда не уйдет. У нас, как сейчас, есть онлайн образование, есть дистанционное, оно есть, оно никуда не уйдет, оно будет всегда. Вопрос, как это надо аккуратно решить, как это надо аккуратно сделать. Я думаю, что у детей, которые... Мотивированные дети – это сложный вопрос такой. У детей, у которых будет больше возможностей, с одной стороны, а с другой стороны, если будет меньше человеческого фактора, то получить этих возможностей тоже будет сложнее. Спасибо большое. Тут, конечно, еще такой вопрос, наверное, в принципе, не растерять такой навык, как обучение других, потому что мы знаем, что это не так просто вообще научиться этому навыку. Для этого нужно закончить определенные вузы, определенное тоже обучение, иметь даже какие-то, наверное, компетенции. Но у нас, на самом деле, будет возможность проверить, насколько мы к этому придем уже через какое-то время, потому что, в принципе, уже много где внедряется эта история. Спасибо большое вам, Алексей. Было очень интересно, было очень интересно с вами пообщаться.